Ассаламу алейкум. Смотрел обращение Тактарова. Он сказал про свои слова, что он не это имел ввиду, поэтому он обиделся и не будет тебя смотреть. А ты тогда виртуозно тоже скажи, что ты тоже не это имел ввиду и ты победишь. Ва алейкум ассаламу арамату а баракату. Раз поступил вопрос по поводу Тактарова. Я только сегодня увидел это вывеску из этого видео, где он говорит обо мне. До этого я видел текст, напечатанный где-то, но, честно говоря, не совсем мог понять, это фейк действительно, это он сказал или нет. И вот сегодня я увидел это видео. Давайте посмотрим его для начала. Есть такой правозащитник по неволе Тунсо. Сейчас он выступил и даже обидно стало. То есть, мою историю он не понял, не узнал, то есть сказал как-то поверхностно что-то. То есть, две ошибки сделал самых основных в том, чтобы мою, когда описывал мою позицию. То есть, просто получается, сравнял меня до уровня водителя голубого этого розового мерседеса и все. Ну, как-то даже противно стало. Думаю, вроде тебя слушал тут. Ну, еще он спать собирался ложиться. Так, у нас, может быть, ну, мы не говорим о дне, о том, что, понимаете, мою позицию сравняли с этим дном, вот сейчас, взяли и сравняли. То есть, понятно, что он игрушка, понятно, что ему сказали, что сделать, понятно, что, то есть, из его уста ругательство, как бы, это, ну, нормально, и там, это все понятно, но у меня-то позиция была другая. Я не оскорблял ни народ, я знал конкретно, кто чего. То есть, я аргументированно все полностью делал. И меня вот так вот сравнять, вот так вот, знаешь, ну, как-то, знаешь, то есть, я тебя больше, конечно, слушать не буду, Томсо, извини, но на этом закончилось. Не люблю людей, которые так вот относятся, тем более ты моложе мог бы хоть там какой-то вникнуть, что-то где-то там написать, ты людям вещаешь. То есть, получается, сейчас две волны вранья. То есть, одна со стороны вот этих вот пиарщиков, самой пиарщиков, а теперь со стороны вроде бы как авторитетного правозащитника. Ну, черт такое. Пошли вы все тогда к черту. Не хочу даже больше разговаривать. Есть у меня мои люди, мой народ, и тогда буду вариться в своей каше. Ладно. После просмотра этого видео мне вспомнилось слова Кадыгрыма, когда помните, он такой, вот так настроение испортился. Так Тарова, он вообще оказывается такой, знаете, мастер переобувания на ходу. Он может что-то сказать, а потом просто с таким невозмутимым лицом, очень таким добрым тоном он говорит, что его вообще неправильно поняли, речь шла не об этом. Я, честно говоря, уже не помню, что я там по этому поводу говорил и не помню вообще, что он даже говорил. В целом, в общих чертах, я помню, что он восхищался Ермоловым. И одного этого для меня лично уже достаточно, чтобы дать оценку Тактарову. Это уже не первый раз, и как вы могли заметить, не я один возмутился по этим словам. В целом, и даже Александра Емельяненко, там ему подсказали, чтобы он выразил общее кадыровское даже мнение по этому поводу. Поэтому Тактарову нужно не обижаться, а свои взгляды менять и быть более осторожным в своих высказываниях. Если для него Ермолов человек, который целенаправленно уничтожал нас как народ, считая, что не преступников каких-то, понимаете, не врагов его государства, а целенаправленно народ в свои какие-то кощунственные высказывания писал, которые сохранились и по сегодняшний день. И если его Тактаров считает героем, то, разумеется, он подписывается под всем тем, что говорит Ермолов. Поэтому у нас к нему отношения однозначные. И считая Ермолова героем, в эфире высказывая это мнение, при этом как-то там говоря еще, что Кавказ это чуть ли там угроза какая-то, и вот с ними нужно бороться так, как это делал наш герой Ермолов. И потом после этого, значит, такой добренький такой дядя, значит, садится, и вот я его до сих пор слушал, значит, он меня так обидел. Ну, так это не работает. Со мной точно. Так что, Олег Тактаров, я, конечно, очень огорчен, что ты больше не будешь меня смотреть. Но, тем не менее, свою позицию я, конечно, не поменяю. Вообще, в странах постсоветского пространства, там присутствует эта тема, когда почему-то до людей не доводят истинную информацию. Считают, что вот это приведет к панике, там, к чему-то. И на самом деле, тем самым, еще более вредят. Вот обратите внимание, как это все начиналось. Как только появился этот коронавирус, вообще появилась тема с коронавирусом, Кадыров сел на совещании по местному телевидению и стал говорить, что это вообще не страшная тема. Да, что вы там, все равно вы все умрете. Это не страшнее гриппа. Пейте воду с медом, с лимоном, кушайте чеснок и все будет нормально. Вот так все начиналось. Теперь, это же была дезинформация на самом деле, это была полная дезинформация. Это было занижение рисков, недоведение настоящей информации до людей, недоведение опасности этого вируса. Из-за этого люди, многие расслабились, решили, ну да, если на таком уровне, там, правительственном, люди не беспокоятся об этом особо, не говорят, то ничего страшного. После этого появились первые заражения, появились первые жертвы. Тут в обратную крайность ударился Кадыров, прям ровно в противоположную. И стал каким-то жестким, какими-то жесткими мерами подавлять теперь, бороться с этим вирусом, закрывать людей на карантин, за нарушение карантина людей избивать, пинать, заковывать к деревьям, там, на солнце, вообще какие-то первобытные там виды наказания применять против людей. Это как раз эффект того несерьезного отношения и утаивания информации от людей. Если бы сразу же сказали бы, так, мы находимся на пороге очень судьбоносных проблем, серьезных проблем, к нам идет пандемия, уже с ней столкнулся Китай, с ней столкнулась Европа, нас тоже она не минует, люди ездят, посещают там разные страны своих родственников, друзей, хадж там и так далее. Мы в любом случае столкнемся с этим, и мы должны быть готовы. Имейте в виду, что это очень опасно, нам нужно принять какие-то меры, там, самоизоляции, чаще мыть руки. И если бы вот так вот к людям обратились бы, изначально им бы это разъяснили, возможно, люди были бы готовы к этому. А тут получилось, что людям наоборот сначала сказали, что вы что, идиоты, там, паникуете, закупаетесь, пейте просто воду с медом и кушайте чеснок, все будет нормально. А потом, когда пришел уже этот вирус, появились жертвы, у нас началась вот эта вот борьба такая началась, когда не врачи у нас борются с пандемией, а кадыровские преступники, сотрудники его полиции, его Росгвардии и прочие. Да, конечно, вы можете сказать, а что там, где разъясняли, как бы не столкнулись с проблемой, столкнулись, там тоже столкнулись, везде столкнулись с проблемой, и там, где разъясняли, столкнулись, и где-то даже, несмотря на разъяснения, еще большие люди ощутили проблемы. Но люди не издевались над своим народом, они честно сказали, они честно, открыто, чиновники заявили, что эта проблема есть, и мы не знаем, как с ней бороться, у нас нет сегодня никакого механизма борьбы с этим, кроме самоизоляции. Нет сегодня никакой вакцины, нет лечения, надежда только на иммунитет, на Всевышнего Аллаха, только Он может помочь побороть это. Мы должны, те причины, которые мы можем сегодня создать против этой борьбы, это только самоизоляция. И все, и тот, кто понял это, принял, значит, эти меры, те люди защитились, те, кто не приняли, кто стал его нарушать с этими людьми, тоже боролись и борются, но не так, как это делает Кадыра, унижая, унитая этих людей, избивая их. Не так. Субтитры создавал DimaTorzok